знаешь почему ты супер крутой ты начал смотреть третье видео это не все сделали я уверен меня вообще не все могут смотреть но ты смог значит ты реально крутой и в этом видео я постараюсь дать тебе набор супер крутых советов которые действительно помогут сделать тебе результат и которые я думаю ты не найдешь в интернете поэтому поехали восьмое правило называется так нужно глубоко понять предмет каждым годом эгэ становится все труднее почему потому что люди учителя и ученики адаптируются к него они научились угадывать ответы научились решать одни и те же задачи и объяснять их министерству образования приходится каждый год увеличивать сложность так произошло недавно с русским языком который в один момент стал очень простым его все научились по шаблону писать сочинения и нужно было что-то делать в итоге русский язык сейчас усложнили очень очень сильно последнее вообще задание из математики это вообще олимпиадный уровень я к чему предметы становятся сложнее и задания которые в игре есть они тоже становятся сложнее и извращений единственное решение это научиться понимать предмет то есть вообще понять что к чему я расскажу пример с физики физики огромное количество формул их больше 50 и если их просто запоминать это просто мозг взорвется единственное что я могу дать школьнику я как я могу научить его запомнить эти все формулы это научить его их понимать научить их выводить только так возьмем формулу из первой темы кинематика посмотри какая она огромная она просто гигантской и если ее закрой а ты не знаешь физику тут и в жизни не напишешь потому что она содержит не только много букв но и какие-то индексы понимание предмета это знание каждого слагаемого в этой формуле почему здесь x почему здесь x 0 почему вы 0 ты что будет если один убрать и что будет если его вставить за что каждый член отвечать вот это понимание и нужно иметь в каждом предмете что понимать что к чему и почему каждый индекс почему в 0 умножить на ты то есть как так от почему я могу просто бы подставить или не могу а что такое 0 без вот этого понимания просто с тупым заучиванием формул или просто решение просмотр решения на решение она не дает вот этой глубины а глубина обязательно нужно поэтому опять же в наших курсах на 80 баллах мы разбираем предмет глубоко у нас большой блок теорий где мы расскажем что к чему и только потом переходим к практике потому что про просто практиковаться без вот этой глубины не дает нам возможность решить любую задачу книги поэтому я очень прошу тебя разобраться в предмете глубоко для того чтобы ты смог решить любой номер на егэ следующее правило звучит так нужно научиться решать егэ на 80 плюс андрей я до этого что смотрел да но дело в том что после просмотра того что я рассказал вряд ли ты именно умеешь писать егэ на 80 плюс то есть ты понял как готовиться что делать как но как научиться писать на 80 плюс первое это нужно научиться читать задания просто научись читать внимательно каждое слово можно даже по слогам главное чтобы ты понял действительно частицы не и другие элементы очень важны бывает что во время чтения ты понимаешь ответ там есть подсказки а мы их не замечаем когда мы написали ответ мы должны еще раз вернуться и посмотреть а что же у нас спрашивалось то есть вернись еще раз прочитай просто много внимания уделяем именно условия что нам нужно найти второе это создать алгоритм выполнения заданий если мы говорим про любое сочинение пусть то в истории в русском языке или в обществознании это просто последовательность определенных шагов физики это последовательность я сначала дано потом рисунок один до рисунок другой после дальше формула дальше общее потом дальше формула для первого случая для второго дальше система вот это алгоритм математики последовательных шагов все это алгоритмы Нам нужно научиться создавать алгоритмы. В случае последних заданий по биологии и по химии, где задачи, там тоже есть алгоритмы, создайте себе в конце страницы отдельный блок, где вы будете записывать алгоритм, последовательность этих решений, что конкретно в каждом случае мы делаем. Да, есть задачи в математике, типа параметры, или 19 номера, где нельзя алгоритм сделать. Но для большинства заданий из ЕГЭ это можно сделать. Ну, естественно, я не говорю про задания, где просто нужно знать и вписать нужный ответ. Третий пункт – это научиться решать часть 1 из ЕГЭ за 30 минут. Слушай, ну просто ты должен решить 40 номеров, вариантов ЕГЭ. В первой части ты не должен совершать ошибок. В смысле не должен? Ты совершай сколько хочешь. Но если ты это сделаешь, то ты будешь на коне. 50 баллов у тебя в кармане за первую часть, может даже больше. Это будет супер круто, особенно если ты научишься не только за 30 минут делать, но за 30 минут и без ошибок. Вот два этих условия обеспечат очень хороший старт твоей части. И у тебя будет до 3,5 часов на решение второй части. Это более чем достаточно для того, чтобы все 10 раз перепроверить, решить двумя способами, еще раз пробежаться по первой части и так далее. Главное – первую часть научиться решать без ошибок за 30 минут. Записывай. Четвертое очень важное правило – последние два месяца посвятить себя в целом нарешиванию тестов ЕГЭ. В конце уже ничего не остается, как научиться решать просто номера. Уже времени, в конце апреля, начале мая, майские праздники, не для того, чтобы изучать тонны теорий. Здесь нужно просто много-много-много решать. Просто мой совет – решайте и первую, и вторую часть. То есть второй части уже здесь нужно много посвящать внимания. То есть уже все, бросай теорию, решай-решай-решай тесты. Пятый пункт – он похож на одно из правил. Нужно заниматься каждый день. Это очень важно. И шестой пункт – нужно научиться проверять ответы. Слушай, в большинстве заданий, особенно в технических, можно взять ответ, поставить и посмотреть. Ну это же гениально, но это делают единицы. И это будет твоя надежная защита, твоя уверенность в том, что ты сделал все правильно. Я надеюсь, что у тебя появилась мотивация, и ты хочешь прямо сейчас взять пару тестов, первую часть. Мне интересно, а ты за сколько вообще первую часть сейчас решаешь? Попробуй решить сейчас первую часть и напиши, сколько времени она у тебя занимает. И прежде чем я расскажу тебе про десятое правило, я хочу дать тебе личный совет. Он обычно нигде не записан, это просто вот то, что я люблю, то, что мне нравится. Я обожаю хорошие вещи. Если это телефон, то айфон. Если это ноутбук, то за сто тысяч. Я не могу работать много с предметами, которые мне не нравятся. То же самое в школе. Вот в школе, когда я учился, у меня была очень хорошая ручка. Я вот писал именно Паркер. И у меня вот была хорошая ручка, и я всегда покупал хорошие тетрадки. Я очень тебе советую купить ручку от 500 рублей, которая пишет очень хорошо. Это должна быть такая ручка, это должен быть такой предмет, такой артефакт, чтобы когда ты им писал, ты кайфовал. Начни получать удовольствие от того, что ты делаешь. И тетрадка, это не должна быть 12-листовая зеленая тетрадка. Это должна быть хорошая тетрадка, может быть с толстой обложкой. 96 листов по основному предмету, который ты сдаешь. И в ней аккуратно веди. Не пиши, не вырывай листы. Веди ее аккуратно. Если есть клеточка, записывай в клеточку. Не надо писать букву, цифру на 5 клеток. Это очень некрасиво. Это хаос создает в голове. Клеточки нужны для того, чтобы ты в клеточку вписывал цифру и букву. И для этого все сделано. Купи себе ручку и аккуратно веди тетрадь. И ты будешь кайфовать от того, что ты делаешь. Зачем это все? Зачем институт? Зачем хорошая работа? Может и так сойдет? Может быть в любом вузе можно отучиться нормально? Можно. Но дело в том, что когда ты поступаешь в крутейший вуз и учишься среди однокурсников, которые вошли в 5% самых лучших выпускников, это один коллектив. Тебе в этом коллективе хочется расти, развиваться, строить бизнес, строить карьеру. Человек это социальное существо. Ему важен социум, ему важны другие люди. Ты смотришь на других, они смотришь на тебя, вы друг другу помогаете. А если ты учишься там, где круто бухать, и кроме гаммония больше ни о чем не может идти речь, ни о какой карьере, кроме пива и то, как его купить, тебе будет очень тяжело в таком коллективе развиваться. Поэтому здесь важно для себя ответить, зачем ты. То есть ты понимаешь четко, для чего ты это делаешь. Ты хочешь путешествовать, ты хочешь вкусно питаться, есть в ресторане, иметь достойную вторую половинку, для нее или для него что-то делать. То этот путь для тебя. Давай вперед, я тебя буду поддерживать, тебя будет поддерживать вся команда 80 баллов. И последнее, 11 правило, секретное оно, это как все воплотить в жизнь. Вот я рассказал много всего, что-то осталось, и что-то вызвал у тебя резонанс, что-то нет, где-то ты не согласен. Но если в целом ты понимаешь, зачем это, ты понимаешь, что вот у тебя есть возможность действительно сделать суперрезультат, ты понимаешь, что если ты напряжешься, то ты сможешь поступить в ВУЗ, который ты в первом правиле для себя выбрал, то тебе нужна просто небольшая помощь. И мы, команда 80 баллов, готовы эту помощь дать. Я лично отобрал команду сильнейших преподавателей. За 8 лет это самые сильные, самые классные педагоги, которые не только глубоко разбираются в предмете и знают все тонкости, они знают, как доносить материал, они имеют огромный педагогический опыт, они знают, где ты, как правило, ошибаешься, они знают, как оптимальным образом донести материал, они знают, как меняется ЕГЭ, к чему это идет, общаются с экспертами, сами являются экспертами ЕГЭ, общаются с теми, кто составляет ЕГЭ, то есть это команда сильнейших педагогов России. За каждого педагога я отвечаю, и я лично контролировал материал, я лично с ним обсуждал, как создать самый классный курс, который есть. Почему мы выбрали видеоформат, а не вебинары? Дело в том, что вебинары очень сложно смотреть в записи. Ты часто загружен, но у тебя есть одни события, другие, третий. Когда ты смотришь видео, ты быстро получаешь нужный контент. Вместо полутора часов ты за 15-20 минут можешь получить тот же материал, быстрее и четче. Твоя задача просто сесть и начать работать. Кураторы, которые у нас есть, они позволят тебе не слиться. Это то, что не хватает в плане обратной связи. То есть обратную связь, общение, общение в группах мы тебе можем дать. И это тоже возможность твоя. Но самое главное, вот этот контент, вот этот видеокурс, который состоит от 150 до 300 видео, это вообще лучше. Я постарался сделать, чтобы это было лучшее, что есть в интернете. Это курс, который поможет тебе с нуля подготовиться. Это самый последний, самый актуальный курс от лучших преподавателей годографа. Поэтому я очень советую и надеюсь, что ты воспользуешься возможностью. Вот тут появится скидка. Используй ее, когда оплачиваешь. Когда ты пройдешь бесплатную 30%, воспользуйся скидкой для того, чтобы получить по предмету максимальный балл. Все, что мы рассказываем в видео, это от самого начала, когда там от первого номера до самых сложных номеров второй части ЕГЭ. Я очень надеюсь, что вообще этот курс тебе зашел, что ты получил удовольствие, смог сделать для себя выводы. И если у тебя есть вопросы, пиши мне личку. А если ты хочешь поделиться эмоциями, тебе в целом все понравилось, то напиши, пожалуйста, отзыв под этим видео. А я с тобой попрощаюсь. Удачи! Пока-пока!